Во что мы сегодня играем? Ага, хорошо. Коль, я сегодня выступаю человеком, который рассказывает историю. Тамада, ведущий. Конкурсы интересные. Значит, по сути, получается так, что во второй части, неправильно говорю, в первой части, когда мы играли за Йон Хо какого-то, да, это был наш главный персонаж в игре, серия этой игры, серия. Сама игра эта закончилась на девочке Мине, и как бы дала нам понять, что будет еще следующая часть этого хоррор превосходия. Значит, игра корейская. Она будет что-то как средний какой-то, ну, хоррор, типа школа, что-то случилось, есть какой-то страшный персонаж, наша задача что-то сделать, чтобы все это закончить. И мы будем играть за девочку, у которой какие-то трагичные события в жизни случились. Короче, у нее там одноклассники не дают прохода, успеваемость похерилась. Скажем так, она очень похожа на своего предшественника из первой части. Вот что-то случается, и она оказывается в пределах своей школы. Возможно, там будут еще что-то, какие-то другие локации непонятные. И это все находится в коме. А кома это такое вот пространство... Параллельная вселенная. Да. И наша задача с ней как бы выйти. Все точно так же, как и в первой части, но только здесь будет совсем другой персонаж, совсем другие какие-то события, которые связаны непосредственно с ней. И, возможно, какие-то персонажи NPC-шные, которые тоже имеют с ней какую-то связь и будут как-то взаимодействовать с ней. Личейка 1. Да. Подожди, Йон-Хо! Ты должен проснуться. Йон-Хо, прошу. Три недели назад мой лучший друг упал в загадочную комнату и все еще не проснулся. С тех пор мне снится один и тот же темный сон о нем. Он совсем один в ловушке. Я понимаю, что это просто сон. Мне казалось, что мы будем разлучны. Но где же ты теперь? Медальон, кстати. Ты так крепко сжимала этот медальон, когда тебя нашли. моему любимому брату Паксуму. Кто же ты? И почему мне кажется, что мы знаем друг друга? Объясни лучше, почему мы играем во вторую часть и не в первую. Потому что мы первую прошли. Ничего подобного, мы первую часть посмотрели. Ладно, мы первую часть посмотрели, она закончилась на том, что вот этого Йон Хоу увезли, да, в больницу, он там так и не вышел из этой комы. Хотя ему казалось, что он вышел. Он вышел, он вышел из этой комы, но так просто случилось, что его физическая составляющая не вывозила его никак, блядь, сказала, ебать охуенно. Короче, он вышел из комы, но вышел так, что на ногах не мог стоять, его увезли, в больницу, и, видимо, он впал в реальную кому. От безысходности. Может быть, а может, слушай, как бы. В этом есть определенный смысл кома. Возможно, у китайцев это предположение, что человек впадает в какую-то, блин, внутри себя пространство, да, а для всех остальных он как бы просто, ну, вот кусок мяса. Угу, может быть, не знаю. Но Мина, почему мы играем за Мину, то во второй части, я так понял, потому что это, во-первых, это его одноклассница, она... Нет, она не его одноклассница, она просто его подружка с детства, они дружили. А, подруга детства? Да. А, я думаю, одноклассница. Ну, и вот, получается, вторая часть про нее будет, я так понимаю. Потому что первый бегал он, он пытался выбраться из этой комы, из этого мира. Попал он туда, короче, не будем спойлерить, чудным образом. А что это? Злобные сестры. А? Сообщение от Дахен. Красный кот, как закончишь с бешеным псом, жду тебя в туалете, это важно. Будто мне в радость сидеть в его классе. Интересно, что там может быть такого важного? Ты за джойстик ухватился? Нет, у меня он просто подключен. Для бега нажимайте кнопку ускорения, бег расходует выносливость. Так, видишь, ты можешь, ну, у тебя все настройки. Ну, я могу на джойстике, конечно, да, просто непонятно, как это будет играться, ну, Давай попробуем. Нажимайте кнопку ускорения, бег расходует выносливость. Спасибо. Используйте кнопку взаимодействия для взаимодействия с окружением. Ага. Проверьте список целей, чтобы увидеть свою задачу. РБ. РБ список целей, а бегать там... А, я понял. Узнавайте свое местонаграждение с помощью карты. Верх это карта, да? Б закрыть. Ну, давай, прожми все кнопки. Ну, вот, та самая кинематографичность, где движения, скорее всего, плавные, более-менее. Каждый, каждый взмах руки и ноги, он поработанный, а не там, как было. Какой бег здесь быстрый, там бег медленнее был, мне кажется. Ой, я бутылку воды выпил случайно. Пиздец. Блядь, сказал отец. Я нечаянно нажал. А, на взаимодействие. Лучший способ оставаться сосредоточенным, поддерживать душераздирающую рутина. От души, блядь. Все как обычно, я не вернусь домой до полуночи. От души, блядь. О, тут эти, какие-то реплики добавили, когда ты с кем-то говоришь, там, по-моему, не было. Сегодня день красной луны, забавный факт, последний раз в Корее ее видели в ночь 1954-го. Опа, это что такое? Бешеный пес, неизменный учитель математики в школе Сехова или Сехова? Сеева. А почему здесь Сехова? Вообще там в прошлой части говорилось Сейва. Ну, читай Сейва. Он хорошо справляется со своей работой, но имеет репутацию властного человека. Главное, не забыть, на какой бегать. А, погоди, вот с ним еще. Не могу понять, почему бешеный пес так тебя любит? Наверное, приятно жить без проблем. Иногда я прячусь в классе, чтобы прикорнуть. Зачем отчаянные времена требуют отчаянных мер? При чего? Прикорнуть. Это что? Ну, задремать, типа, отдохнуть немножко, чтобы никто не видел. С этого лета ученики класса 3F переводятся в кабинет справа от центральной лестницы. Чтобы лучше отражать стандарт качества Сейва, класс будет переименован в 3-6, или что это? В нашем словаре нет места F. Отныне здесь будет проходить послешкольное обучение для новеньких. Директриса Ли. Понятно. А, тут зажать. Мне кажется, относится к это, пресс-F то респект. Не знаю. Привет, Мина. Можно одолжить твои заметки по-английскому? Хочется заглянуть в голову Зубрила. Хихикает. С этого лета ученики класса 3 переводятся к Мина с правой центральной... А, то же самое, короче, да? Понял. Вверх. Значок Мина отображает ваше текущее местоположение. На карте будут отображаться обнаруженные полезности. Знак вопроса обозначает области интереса, восклицательное обозначает области, которую нужно изучить. Нифига тут карта. Уборная слева. Да, а справа что такое задача? А, это эти записки будут. А вниз рюкзак. Мина хранит свои вещи в рюкзаке. На данный момент у нее есть 4 ячейки для предметов, так что следите за тем, что берете с собой. Предметы для задания хранятся в другом отделении рюкзака. Их нельзя выбросить или использовать как обычные предметы. А, тут смотри, 6 ячейок может быть, нифига. 10 тысяч. Вон. Да? Вольт? Вон. Что такое Вон? Валюта Корея? Валюта, да. Ну, не в Корее, возможно, это в Китае где-то. Привет, Мина, можно одолжить твои заметки по-английски? Хочешь? А, я... Ай, подожди, я с кем-то... А, я с ней разговаривал. Я должен был провести это лето на пляже в Пусане. А теперь единственные лучи, которые я буду видеть, это свет от моей настольной лампы. Не, брат, тебе не надо в Пусан. Там очень плохо. Женский, мужской. О, стой. Нет, совмещенные уборные еще не добрались до школы, сейвы. А ты видела лицо какое-то? Знаете, какое лицо у нее было? Да, да, да. Моуморное, она там рассказывает разумещенной. И Заворощенко, блин. Да, группа вечерников тоже. Спуститься можно. Школа закрыла доступ на крышу после того, как выяснилось, что некоторые школьники там курят. Мина, ты все еще водишь вокруг пальца того бейсболиста? Ты водишь еще вокруг пальца? Блин, некоторым девушкам так везет. Ну давай зайдем, ладно, раз вам сюда надо. Пак Мина! Пак Мина! Ты там? Выходи, выходи. Эй, я здесь пытаюсь сосредоточиться. Ой, сорян. Приветики. Пистолетики. Боже, как неудобно получилось. Ну знаешь, как говорят, терпение это добродетие. Ой, да ладно. Ну как урок. Дахен. А, Дахен это девочка? Я думал, парень. Как обычно. Хотя Ченхо уснул и начал храпеть прямо во время лекции. Бешеный пес так взбесился, я думала, что его инсульт хватит. А теперь выкладывай. О чем таком важном ты хотела поговорить? Читай ты. Ой, точно. Короче, шла я в класс и наткнулась на Менгиле. На Менгиле. Это не то, что мне было бы интересно услышать. Правда? Ну, это напомнило мне, что я хотела сменить свой обычный маршрут. Кстати, я все еще наткнулась на этих тупых куриц из 2-5. Прям бесит. Может, ближе к сути? Тут кое-кому нужно уже идти. Слышь, раскомандовалась. Короче, Менгиле типа дал мне это и просил передать тебе. напоминает напоминает что-то. Ну, и что там? Слышь, детка, чё, мы прошли? Там ошибка просто? Да. Мы прошли девятый ини... Чё? Ининг? А, он с ошибками пишет. Бля, вот тупица. Мы прошли девятый ининг. И или ининг. Может, хватит ломаться и играть в скромняшек? Обведи ответ. Да, нет. Искренне твой Менгиль. О, боже ж мой. Ну и фу, аж мурашки от омерзения. Будто написано шестиклассником. Удивлена? Менгиль особо не блещет интеллектом. Ну, что будешь делать? Раз он так любит бейсбол, то, возможно, скомкаю это и брошь ему прямо в лицо. Если повезет, то он отобьет это письмо как можно дальше от меня. Знаешь, он вроде как прав. Ты о чём? Тебе не кажется, что уже хватит его динамить? Я его не динамлю, просто не хочу расстраивать. Ты жаловалась на него в течение всего прошлого года. Хватит уже мямлить. Просто забей и скажи, что у него нет шансов. О, тут дали возможность так выбирать. Легко сказать. Я не помню, как часто давали в первой части. лёгко я тоже не помню. Пару раз можешь сказать. Легко сказать. Ладно, я разберусь с этим. Сами разберёмся. Что касается мямлить, почему бы тебе не сказать мне то, что на самом деле думаешь? Это тебе не ракеты строить. Ты либо любишь, либо нет. Мне кажется, что тебе тупо нравится внимание. фу, ладно, забей. Разберусь с ним сама. Ну, что бы ты там ни надумала, делай это побыстрее. Я уже устала от его преследований. Ладно, поговорим об этом в другой раз. Мне пора в класс миссон. Ох, чтоб тебя. В чём дело? Я ещё не ела и забыла кошелёк в классе. Можешь выручить и купить мне батончик? Какой-то там, в кафетерии. Ахананы? Буду должна. Буду ждать тебя там. Ладно, только поторопись. Хватит ли денег на перекус? Проверите свой рюкзак. Ну, слушай, да, 10 тысяч уон, мы уже видели это. А РБ это, кстати, о, квестовые предметы здесь. Ваш друг детства, и он держал его, когда впал в кому. Это медальон, портрет этой девушки был внутри таинственного медальона, на обороте надпись моему любимому брату Пак Суми. И письмо, ну, понятно, письмо этого чурки. так, надо запомнить, что вверх это карта. Кафетели ниже этажом слева, да? Стенки пошарпанные пошарпанные блин. Угу. Ну, вот они, да? Как бы. Можешь сказать, как старик Ма получил свое прозвище Бешеный Пес? Я думаю, это случилось еще до его появления в школе. От старых привычек тяжело избавиться. Ха-ха. Ха-ха. Какая-то злая девочка. А это что такое? Пользуйтесь торговые автоматы. Мне кажется, вот в таких вот автоматах должны быть какие-то вот. Ну да, я просто, вы можете использовать майонетку. Она просила какой-то Ахаба, Атаха, какой-то, на, он начинается, батончик. Ахана, вот он, тысячу стоит. А у тебя 10 тысяч. Плюс одно здоровье. Вкусная шкафа, плюс одно здоровье, плюс два здоровья чипса, полностью останавливает здоровье. полностью останавливает выносливость. Дает энергичность, выносливость больше не расходуется. Дает бодрость, выносливость останавливается быстрее. Ну, ты пояснишь, тебе надо заранее закупиться. Думаешь? Ну, пока, ладно, уже бог с ним, лучше не закупайся, эти же банкоматы все равно будут доступны. А кафетерия будет считаться как безопасной зоной. газовый баллончик МАСЕ. Аэрозольный спрей для сдерживания нападающих. Позволяет вырваться из схватки врага. А здесь, все остальное то же самое, тут только газовый баллончик. Ну, купи, можешь. Можешь купить, просто пусть лежит. Да, я куплю на всякий случай. И батончик, ты купил батончик? Отлично. Все, теперь надо... А, смотри, спрей, он не занимает слота, он вон справа сверху находится. Батончик я купил, да. А, вот он, что происходит? Думай быстрее, сюда идет менгиль. Что? Я не могу сейчас с ним говорить, задержи его. Ты что, прикалываешься? Боже, какой ужас. Йо, прыщавка. Йо, прыщавка. Какого черта менгиль? Не называй меня так. Эй, что с лицом? Я прикалываю, слышь, одна из старшеклассниц из 2.5 сказала мне, что это твое погоняло, ха-ха. Не слушай их, чего тебе? Да ничего, иду на поле, немного разомнусь. Я, ээ, ты Мину не видела? М, Мину? Не, не, ээ, давно ее не видела. Но ты отдала ей письмо, да? Что она ответила? Она, это, типа спешила. Так что не думаю, что у нее было время прочитать. Ох, ну тогда скажи ей, какого? Ой, это тот самый жаробащий. Йо! Йо! Ты оглох, цехлузер. Тащи сюда свой зад. тот самый еще хо. Все хо, да, эм. Мина? На что уставился? У меня мало времени, толстопус. Привет, Мюнгиль. Ты принес мой обед. Ты знаешь, я не могу играть в бейсбол на чертов голодный желудок. Короче, с меня хватит. Мина, давай вылезай. Взяла спалилу, блин. Вот такой охуеть. Какого черта, Мина? Это было совсем не круто. Зачем ты позвала меня? Он почти поверил. Ты подставила меня? Боже ж ты мой! Видела его лицо, когда мы пролетели мимо, как идиотки. Это был вопрос. Ага. И слышала, как он меня назвал? Уф. Без обид, но ты постоянно так делаешь. Ты настоящая подставляла. Эй, ты чего? А ты куда чего? Слушай, давай-ка ты уже перестанешь быть бесхребедной. Ты не в первый раз меня так подставляешь. Короче, пора взрослеть. Теперь сама будешь решать свои проблемы. Понял, да? Блинский, прям королева драмы. Что с ней не так? Я вообще предлагаю тебе чисто все женские голоса читать, а я все мужские буду читать. Ага, ну я не против. Я не против. Что, мне сейчас начинать? я опаздываю, пора идти в класс мисс сон. Открой карту, посмотри, где она. Аккультатив один, сверху он. О, надо нажимать, не надо задерживать. А что, тогда надо было задерживать? Мне кажется, это прошло... А я не знаю, по-моему, нет. Нет, там две двери вообще. Нет, это не то. чё за... Я опаздываю, пора идти в класс мисс сон. А, это то, что отойти нельзя. Не отдал ей батончик. О, эта шкура. Она не просила. Она просила. А, ты кто такой? А, я понял. Существитель опаздываешь. Всё в порядке? Да, всё хорошо, но я немного беспокоюсь о последнем экзамене. Не переживай, я сегодня раздам результаты. По правде говоря, я бы хотела поговорить с тобой об этом после занятий. Лучше скажи, как там Йон-Хо? Ты навещала его в больнице? Я беспокоюсь о нём. Я хожу к нему через день. Доктора всё ещё не могут сказать, проснётся ли он вообще. Не падай духом, милая. если кто-то и может отправиться от подобного, так это Йон-Хо отправится. Последние несколько недель были тяжёлыми для тебя. Я вообще не знаю, в чём она страдала, если честно. А, может быть, то, что её всё-таки лучший друг детства? Не знаю, что тут такое, из-за чего надо оправляться, если честно. Я тоже не знаю, но надо выбрать. Да, было легко или я знаю, он справится? Выбирай. Я знаю, он справится. Йон-Хо всегда был сильным духом. Он точно будет в порядке. Не знаю, когда, но это случится. Послушай, если тебе нужно будет поговорить, я здесь, ладно? Тебе не нужно проходить через GTA 1. Да, спасибо, это много значит для меня. Хорошо, поговорим об этом позже. Я должна сделать объявление. К мужику ещё можно подойти. Привет! Hello! Привет! Как тебя зовут? Я Пак Мина. Рад знакомству, Мина. А я нет. Он шо, учитель англиша? Не знаю. Думаю, наш англиш станет намного лучше с новым добросовестным учителем, для которого английский является родным языком. Ха-ха-ха! Ну, правильно, сохнут. Читай. Летние занятия должны были помочь мне повысить успеваемость, а не загрузить меня по самое не могу. Вообще, я не хочу, наверное, читать всё это подряд. Их там лучше только собирать. Да? Ну, нафиг читать это всё. Читай! Читай! История идти и собирать. Прошу всех не шуметь, переключаемся на английский. Она красиво сказала. How are you all today? I am fine, thank you, and you? Почему я это сказала? I am doing well today. Класс, я хочу познакомить вас с новым преподавателем школы Сейва. Я буду говорить Сейва, потому что ну, осталось сейва. Говори, всё правильно. Этим летом он поможет всем улучшить свой английский. Hello, класс! Меня зовут Шанс. Я даю вам Шанс. Я очень рад встрече. Мне жаль, что я не могу остаться сегодня, но я был рад поприветствовать вас. Завтра познакомимся получше. Увидимся позже. Шанс. А? Блядь, что за имя Шанс? Уверена, что вы все спешите узнать свои результаты экзамена. Я раздам их в конце урока. Мы закончим немного раньше. Это что у них, звонок такой? Нет. Я хочу, чтобы сегодня вы все увидели Красную Луну. Это редкое явление. А сейчас, пожалуйста, откройте страницу 84 в своих учебниках. И она еще стопроцентно так же заснет. 22.00 урок окончен. Ничего себе. Я получила Б с плюсом. Не могу поверить, что со мной не так? из-за этого Мисон задержала меня после уроков. Скорее добраться домой и отдохнуть. Ммм, кажется, я последняя. А? Это разве не? Кто? Что? Что он все еще здесь делает? Как паскуда. Старая кладовая? Я думала, она всегда заперта. Интересно, что там? Продолжение мне кажется, тут будет замешан этот шанс этот англичанин, потому что у него интересная подвесочка. Да, возможно. Могу покляться, что он только что вошел сюда. Может быть, я не знаю на самом деле. Мне кажется, все хоп, потому что он уже во втором этом, он в первой части так же бегал и во второй тоже. Все хоп? Непонятный какой-то такой мутный тип. Куда он делся? Пухлый мутный тип. А фонарик? А черт его знает, кстати. Кладся на все кнопки, мы сейчас разберемся. Ну, вон там, допустим, написано внизу, какие кнопки нажимать, какие не нажимать. Ну, влево это... Ну, влево ничего. Вверх это карта. Старая колдовая. О, нифига, сколько точек интереса тут. Вниз это рюкзак. на печальную B+. О, можно перемещать? А, не, нельзя, бро. И вправо это записки, но у меня нет записок никаких. Заметки даже, точнее. О, нифига. О, господи. Отсюда видно, как поднимается красная луна. Довольно зрелищно. Ой, там свечка загорелась. Кто-то возвел здесь странную самодельную святыню. Здесь фотография той девушки с медальона Йон-Хо. Что тут написано? Сегодня взойдет четвертая и последняя красная луна. Темно тетрады. Господи, боже. Когда начнется великий скрежет, врата Умбра распахнутся и впустит мою злобную сестру в наш мир. Матюшки. Только тогда она отпустит мою проклятую душу. Я как-то мне нехорошо. Меня знатели тоже. Сработало. Действительно сработало. Ты еще и медальон принесла. Отлично. Мне кажется, это должно быть злобным каким-то голосом должно быть. Мы нормалы такие предсказуемые. Нормалы. А? А? Кто-то идет. Я вообще не понимаю. Опять они. Черт, черт, черт. Почему они не отстанут от меня? Сейчас я на в полет. по-любому. Парень сбежал. Снова. Он обманчиво быстро. Правда, что-то обронил. Хм. Это не тот артефакт, который мы ищем. Это просто бесполезная зажигалка. Узнаешь эту девушку? Видел ее раньше. Ученица Сейвы из класса сон. Как она попала в кому? Это не наша забота. Сосредоточься. Сегодня у нас есть проблемы поважнее. Этой пташке повезет, если переживет хотя бы ночь. Где Хенбэй? Его не видно с тех пор, как мы прибыли. О, я соль. Он? У него свои приоритеты. Просто поймай этого нагляса до того, как он начнет доставлять проблемы. А я найду лунный ладан. Или ладан. Все остальные знают приказы министра. Помните, наши миры связаны только этой ночью. У нас нет времени и права на ошибку. там целый культ просто секта. Не стоит медлить. Идем. Я соль. Ура, я соль. Я соль, а я сахар. Нет, ты перец. Что происходит? Который сейчас час. Боже мой. Я потеряла сознание. Ни черта не вижу. Что это? Вы получили странную зажигалку. Вы получили странную зажигалку. Странную зажигалку можно использовать как источник освещения. С ее помощью можно находить предметы. Будьте осторожны, со светом вашим врагам легче вас обнаружить. Узнавайте свое местное жилье с помощью карт. Места книг, воспоминаний зачастую имеют полезные предметы и являются укрытиями. Это важные места, на которые стоит обращать внимание. А я могу ее выключить? Могу, да. Она тоже что в первой части нельзя было на ходу фонарик выключать? Что здесь? Здесь еще и анимация столетняя. Полторы тысячи километров лет она запускает. На столе лежит открытая книга. На ее странице? Наскоро нацарапано несколько имен. Наскоро. Будь убдительны и не затеряйтесь в коме. Господи, напишите свое имя в книге воспоминаний и не забывайте себя. Хе. 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 Мое имя? Имя важная часть мира комы. Забудете его, Мина потеряет рассудок и будет проживать свои кошмары снова и снова. Используйте книгу воспоминаний, чтобы записать имя Мина. Вы можете перезагрузить игру с этого места. Точки сохранения. А, это сейв. Точки сохранения, да, я понял. Ну, че, ну, давай, ладно, на ту же самую пока что запишемся. Потом если что на разное будет. Опять эти чупальца. Какие-то да. Мама? 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 Тела выглядят так, будто сделаны из воска. Их неестественные позы создают жуткое зрелище. Это место. Что-то здесь не так. Нужно выбраться отсюда. Должно быть, это какой-то плохой сон. О, смотри, сейчас упадет. А не, не упадет. Да, падающие тела выпадают с потолков. Логично. Если они заденут вас, здоровье сняется на единицу. Если вас ранят когтистые руки, вы начнете истекать кровью. Это временно снижает ваш максимальный запас здоровья. Вы потеряете одно здоровье от кровотечения, если не используете бинт. Уклонение ЛТ, да? Ага, надо запомнить. Уклонение использует многовыностость, однако от этого может зависеть ваша жизнь. Ну, РТ, да, это ускорить, ЛТ это пригнуться там упадет. О, ты ведешь тут уклонение какое-то большое. А как садиться здесь, там, в первой же садиться можно было? Справа кто-то есть. все в процессе. Например, все, что здесь объясняют и показывают не было в первой части. или было, но там не сразу, а в момент, когда это действительно необходимо. Ну, да, может быть. Здесь тоже вполне себе такие. Влево-вниз, где на первый этаж, я так понимаю. иди сейчас в сторону к офицерии или вот ближайшие лестницы. Красота такая. Да, лепота. О, я зашел. Спрятаться здесь нельзя. Там что-то разбилось слева. А, во, укрытие могут спасти вам жизнь и использовать окружение, чтобы спрятаться. Шкафы, шкафчики, тумбочки и под партой можно залезать, да? Выбирайте с умом. А, разный уровень маскировки. Выполните быстрые команды, чтобы задержать дыхание. В противном случае вы раскроете себя. Когда ваши выносы снижены, скрыть тяжелое дыхание куда сложнее. А-а-а. Быстрые команды. Это как? Я что-то не понял. То есть, мало того, что тебе надо спрятаться, тебе еще надо задержать дыхание. И как? Ну, когда рядом проходить будет, я так понимаю. А как дыхание-то задержать? Я что-то не понял. Ладно. Потом я просто все понажимал. Здесь разрослась и укоренилась стена странных щупальцев. Что ты не берешь эту или сжигалку? Кого? Ну, меня найдут. Ну, пока ж никто не бегает. Шпалево. Блин. Куда бы пойти? Сразу вниз? На первой и идти налево? Конечно. Думаешь? Там кабинет биологии, медпункт, комната охраны. Кстати, школьный вестибюль, кабинет технологии и жилищной экономики. Пойдем на первой. Ага, ну, я так и думал почему-то. А куда ты не можешь пройти? Ну, так-так, кафетерию. Нет, вообще зря я поднялся, наверное, надо... Слева там был кто-то. Слева я слышу, кто-то есть. Просто я не знаю кабинета вообще, то есть я сейчас... Если кого-то встречу, я даже не знаю, куда бежать. Прятаться. Опа. Вот это знак, значит. Надо зайти туда. О, тут записка. Вы получили вырванную страницу. Собранную вами вырванные страницы появятся в заметках. Эти страницы могут открыть сведения о мире кома. Ну, давай, вот, ну, два из десяти. Судьбоносный день в сумме. Я первый где-то профукал. 15 августа 45-го года. Мой седьмой день рождения. Впервые за 35 лет нация отпраздновала свою независимость. Мой отец считал хорошим предзнаменованием то, что день рождения его дочери приходится на такой день. Мама ругала его за чрезмерное суеверие. В конце месяца он внезапно объявил, что мы продаем нашу землю и переезжаем в Сеул искать лучшую жизнь и быть ближе к его брату. Хоть я и была ребенком, но до сих пор помню, как наше путешествие в большой город длилось в вечность. Чтобы скоротать время, мой брат учил меня играть на своей флейте. Ему еще долго придется обучать меня. Но теперь эти уроки драгоценные воспоминания. че ты смеешься? Не, Брат учил играть сестру на флейте. Все нормально. О, кстати. Нормально. Закрыто, закрыто. О, так, четвертая кабинка, пятая кабинка. Три кабинки. Короче говоря, если что, здесь все три кабинки рабочие. Три последних. Заколочено, просто офигеть. А, ну вот, кстати, тут спуститься можно. Угу. Подожди, а тут разве? А, мы на втором. Здесь есть кто-нибудь? Выпустите меня. Кто-нибудь, прошу. Дверь плотно закрыта. Здесь есть памятка. Выходите через западный корпус. Охранник. Я могу добраться до западного корпуса через кафетерий на третьем этаже. Ну, собственно, что и требовалось доказать. Да. здесь вся планировка как с первой части. Западный и восточный корпус, да, и там центральный вот этот тут какой-то. Ну, тебе сейчас надо будет идти до той лестницы, а оттуда прямиком до кафетерия. А, тут карточка нужна. Пропуск. А тут дверь ты заходил, я так понимаю, прошарил. Да, да, да. Я все посмотрел, там нет ничего. А тут? Вот единственное, что я направо не ходил. Ну, просто те двери, которые ты открывал, они обозначены, что ты не можешь войти, потому что, ну, закрыто. Да, Видишь? Нельзя. И когда ты будешь проходить мимо нее, она будет также отмечена. Типа, сюда все еще нужно что-то там, непонятно что. Мы получили вырванную страницу. Институция в Асуме. Месяцы после нашего прибытия всего были бурными. Ужас у моего отца это было опасное время политических потрясений. Моя семья поселилась в неразвитом районе Сан-Сын. Он славился двумя вещами. Выразительным присутствием католических миссионеров и выдающимся институтом Сейва, которым управляла таинственная американская семья. Наше сообщество хорошо знало организацию за ее общественное деяние. Несмотря на преимущества, которые их проекты принесли нашему округу, институт Сейва всегда находился под подозрительной завесой секретности. А еще я слышал справа дверь открылась и слева дверь открылась. Не забыть бы, на что уклоняться. У меня рачка какая-то. О, там кто-то это шарится. А нет. Что-таки какие-то не... Ну, ты вот проверял, она закрыта, например. Она не обозначена. Она не запоминает, я так понял. Тут чисто самому надо запоминать. Или, может, ты с этажа уходишь, она не запоминает. Может быть, кстати. Вообще все закрыто. О. Да. Зафиры. О, здесь есть все, что спрятаться можно. Ага. Не иди наверх. Тебе надо в кафетерий. О, там... Я вижу, да. Может, заранее закупить? Я просто думал, тут как в первой, ты типа, ну, пошаришь, по классам найдешь что-то, а тут вообще ничего нет. Плюс один здоровье у меня есть. Наверное, все здоровье лучше взять. Потому что... Лучше купить все здоровье сразу. Да, и пока хватит, наверное. Выносы больше не расходуются. Тоже нормальная тема, кстати. Ладно. А как драться? Это девушка. А-а-а. Это девушка. А-а-а. Эй, ты в порядке? Она странно выглядит. Разве она будет не подходить к ней? Тистые духи наносят удары по ногам. Если они ранят вас, начнется кровотечение. Их трудно обнаружить, если вы не будете осторожны. Следите за ними. И как тебе? Если только быстро пробежать? Ну, я так понимаю, нет. Вот она сейчас успокаивается, тогда можно будет пройти, наверное. или она не успокоится. Успокоится, вот. Ну, то есть, тут никак в первой. Они там пропадали просто. Эти контейнеры помечены странной эмблемой. Эти припасы представлены министром. Предоставлены министром. Берите то, что нужно, чтобы закончить работу. Охотники на духов. Хёнбэй. Похоже, их уже открывали. Интересно, осталось ли что-нибудь полезное? И лицо такое... Знаешь, как будто онемело щека. Ты нашёл. Ты дышишь щир. Да, ты дышишь щир. О, Марли рекомендуется для перевязки серьёзных ран. И ещё что-то тут сейчас будет. Последний слот. А, 500 вон. Федуциарная валюта в форме монет. Такие дела. Не вольт. Вот сохранялка. Давай вот так сделаем. Разные. О, ещё. Батончик. Дэй Валентайн. Ну-ка, посмотреть. Да, у меня все слоты занялись. Я, кстати, туда направо не ходил. Эти ворота тоже закрыты? Да ладно. Возможно, сотрудники оставили ключи за стойкой бара. Нужно проверить. Как я вам в роли диктора? Супер! Мы получили вырванную страницу. Поехали. А вот и первая, кстати. Жизнь в Кванчжу Суми. Это самое, с чего началось у неё всего этой девочки. Я родилась в скромной семье с осенью 1938 года. 7 лет мы жили в нашем небольшом семейном домике в Кванчжу. Мой отец был фермером, выращивал рис и ячмень. Мать работала на хлопковой мельнице. Мы со старшим братом Сухо занимались домашними делами, которыми не успевали заниматься наши родители. В те годы каждый работал в меру своих сил. Работу нужно было делать, и мы работали с большим усердием, чтобы были трудные... А, это были трудные годы, но мы были счастливы, потому что мы были вместе, находя друг в друге утешение и смех. Тут история какой-то семьи, значит. Которая, да, в сейву переехала. Поспешная записка с сотрудником столовой. Ключка. Какую-то записку из кафетерия. Кажется, работница кафетерия работала сверхурочно. Ее сказали, чтобы она взяла ключ-карту подземной парковки в кабинете охраны. Возможно, я смогу выбраться из этого жесткого места. Не-не-не. Давай еще раз сохранимся тогда. Хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу. Ха-ха. Записываем свое имя. Так, теперь куда? Теперь куда? О! Это то, что закрыто. Закрыт проход, отмечено. Удобно. То, что там корнями проход закрыт, туда не пройти, это помечено. Уборная. Так, если что, здесь можно спрятаться в туалете. Ага. Ключ-карта персонала. Я теперь могу, получается, двери какие-то, наверное, открыть. Которые с... Нет, не эти. Которые с ключ-карты. Я там видел, на нижнем этаже, по-моему, были. Комната охраны надо вниз спуститься. Вот, например, вот это. Нет, нельзя. Странно. У меня какое-то такое ощущение складывается, что вот этот значок обозначает, что нет электропитания. Почему-то. Может быть, там справа дверь открылась. Блин, я сюда не ходил, по-моему. Да, я сюда не ходил. Нельзя их так разводить. Быстро пробеги. О, Господи. Вот это да, там. О, пробегаешь, они сразу уходят. Прикольно. Тут тоже закрыто. А это что с кабинет химии? А, биология, медпункт, ком. Комната охраны. Блядь, ёб твою мать, я вздрогнул, блядь. Хе-хе-хе. Сука, этот выстрел. А, вот. Кручка. Он подпитан, типа, этим был. Там кто-то... Там нож. Там в руке нож. Это настоящее тело и настоящая кровь? Что с ним произошло? Нужно позвонить в полицию. Охренеть, блин. Извините, даже я вздрогнула. Телефон не работает. Такой момент. Ладно, нужно просто успокоиться и сконцентрироваться на том, как отсюда выбраться. Что такое восклицательный знак? Бумажник. Его зовут Хён Бэй. Я его не знаю. Что это? Похоже на газовый баллончик. Должно быть, он пытался использовать его. Видимо, безуспешно. Что, могло сотворить с ним такое? Это может пригодиться. Да, ну это второе, я так понимаю. Ну, что же он есть? Мы лохи его купили. Газовый баллончик – это одноразовый предмет, используемый для того, чтобы вырваться из лап врага. Когда вас хватит, на экране появятся быстрые команды. Выполнить команду, чтобы использовать баллончик. А-а-а. Ещё что-то... Да. И до этого тоже что-то про быстрые команды в какой-то момент говорилось. Я всё думал, что за быстрые команды. А-а-а. Да. Понял. Ну да, мы его купили. Да, бывает. Вот, то есть... А, я вспомнил. Про то, когда прячешься, было написано, ну, было сказано, что там тоже быстрые команды какие-то будут. Но, скорее всего, вот он сейчас оживёт, я так понимаю. Или нет? Если что, тут тоже можно спрятаться, надо запомнить. Парковка внизу, пора отсюда сваливать. Пора отсюда заваливать. А может туда пройти ещё? Что у нас тут есть? Школьный вестибюль, кабинет технологий и жилищная экономика. Блин, смотри, он даже сохранение показывает, в каких этих... В каких местах есть сохранение. Вон, на старую кладовую он показывает, на кафетерий. Попробовать сходить сюда? Ну, сходи. Смотри на портретах, уроды какие страшные. О, да, кстати. О, монетка. Ещё монетка. Записка. И всё получается. Так, давай записку читать. Четвёртая. В период 45-го по 49-й год институт Сейва укрепил своё присутствие в сам сын. Они открыли больницу Сейва и расширили Академию Сейва, основанную в 32-м году. В обоих учреждениях преимущественно работал персонал с запада. Сухо учился в Академии и свободно говорил по-английски. У него была склонность к языкам, и наши родители очень гордились его интеллектом. Он даже научил меня читать и писать по-английски. Моё восхищение им росло с каждым днём. По правде говоря, я хотел быть такой же, как он. Я всё ещё практиковался в флейте, которую он подарил мне много лет назад. Это был мой личный способ следовать по его стопам. Чё, вниз идём? Пусть с... Плохи дела. Ключ карты не сработает, пока дверь обесточена. Вот я тебе про это и говорила. Ну да. Надо искать вся возможность... Я нашёл. О, как всё рядом. Где-то здесь должен быть резервный... Что? Резервный. Генератор. Одна под землёй. Не так себе представляла эту ночь. За эту ночь. О, выход какой-то. Здесь нет ничего, да? Нету ничего. Окантовка двери, кстати, нарисована. А в первой, я чё-то не помню, вообще видно ли там было что-то. По-моему, там тоже окантовка двери была, мне кажется. Подземная кладовая. Ой. Здесь ещё не заметил. Пробегать надо. Сейчас, сейчас. Я вот сюда схожу, посмотрю. Здесь, во-первых, записка. А, ну вот он. Похоже на генератор. Нужно попробовать его перезапустить. Ой, а, я понял. Ой. А чем ты двигаешь? Терночкой, да? Я пробовал сначала. Вроде бы сработало. Опять, Миссон. Кто-то вошёл? Кто-то вошёл? Эй. Кто здесь? Кто здесь? Хорошо, покажись. Сон-сен-сен-сен-сен-сен-сен-сен-сен-сен-сен-сен. А, слава богу. Я думала, что я не совсем одна. Что ты нашла, моя дорогая? Ещё одного нарушителя, скрывающегося в нашем милом доме. Их теперь двое? Ээээ, что? Как насчёт того, чтобы поприветствовать её в нашей прекрасной школе? Я кричать не буду. Я знаю. Не, не прошёл. Достижение, да. Оно самой-то не я сверятошень. Офигеть. А, ну вот она. Думаю, она ушла. Пора бежать на подземную парковку. А где? Погоди. Она бежит за мной ещё. Офигеть. Прошу, хватит. Нужно скрыться от этой двинутой. Мне кажется, это было слишком. Да. Запрыгивай, ну же. Что? Она не догонит. Господи, как она отвратительная. Но сначала было красиво, потом нет. Скидой, кто ты? Леги внутрь, найди безопасное место. Я уведу её. Я так стараюсь. Дима, я так стараюсь. Я вижу, хорошо. Полицейский участок. Это была Миссон? Происходит явно что-то ужасное. Не думала, что эта ночь может стать ещё более странной. Он посидел меня возле полицейского участка. Лучше поскорее им обо всём сообщить. Мама и папа, наверное, страшно волнуются. Они будут рады услышать меня. Что, на этом остановимся? Ну, хорошо. Думаю, тогда на этом можно остановиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok